На здании республиканской больницы увековечили память, установив мемориальную доску заслуженному врачу Карачаева-Черкесии, доктору медицинских наук, неврологу высшей квалификационной категории, отличнику здравоохранения России, основателю первого сосудистого отделения в республике Мухаммеду Айсанову. Альбина Ламкова продолжит тему. Он незаветно любил свою специальность. Без любви к специальности невозможно быть хорошим доктором. Он был профессионалом своего дела. Наверное, мало кто в республике не слышал о докторе Мухаммеде Айсанове. Он был верен своей профессии и данной клятве Гиппократа до последних дней. Работал заведующим отделением неврологии в республиканской больнице. В день открытия мемориальной доски звучало много слов благодарности доктору от коллег за его отношение к пациентам, о его добром сердце и профессионализме. Мухаммед Айсанов был трудоголиком с большой буквы. Он прошел большой путь в своей профессии. В 1977 году по окончанию Ставропольского мединститута приехал молодым врачом-интерном. В 1998 году он стал заведующим. И так проработал до 2011 года. В 2011 году в соответствии с преобразованием здравоохранения, открытием сосудистых центров, он стал первым заведующим первого отделения для лечения больных с инсультами, первого в республике, пока еще единственного регионального сосудистого центра. Мухаммед Хамзатович за годы своей работы воспитал не одно поколение врачей-неврологов. В республике, пожалуй, нет ни одного доктора этого профиля, который бы не проходил практику, стажировался или работал под его началом. И не только в Карачаево-Черкесии, но и далеко за ее пределами. И эти врачи зарекомендовали себя как хорошие специалисты. Мухаммед Хамзатович был не только уважаемым и авторитетным врачом. Он был прекрасным семьянином. И его дочь Диану Межанову тоже знают как хорошего, опытного врача-невролога. У него прекрасные дети. Сын стал известным юристом, а дочь работает в медицине. У нее четверо сыновей. Старший сын, внук Мухаммеда Хамзатовича, в этом году поступил также в мединститут. Рядом в спортивном комплексе «Спартак» приходил к нам и помогал даже спортсменам, нуждающимся в его помощи. Помимо основной работы, он многим людям помогал. Я просто горжусь, что у меня был такой брат. За всю свою жизнь, сколько я 40 лет его знал, я ни разу не слышал, чтобы он с кем-то на поводчинках-танах разговаривал. Постоянно смеялся, улыбался. Интеллиент от души человек был, одевался с иголочки. Самым волнительным моментом на мероприятии стала церемония открытия мемориальной доски другу и коллеге, учителю и наставнику, ученому-человеку, который внес большой вклад в развитие здравоохранения республики, о котором будут всегда помнить с добротой. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова